Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Школа успеха». Сегодня у нас в студии школьники городской гимназии и учитель русского языка и литературы Галина Леонидовна Девятайкина. Здравствуйте, здравствуйте, ребята. Повод для встречи очень необычный. Наши школьники стали победителями на всероссийском конкурсе. Это мета-предметная олимпиада в рамках проекта «Школа Росатома». Вернулись буквально два дня назад, ездили в Зеленогорск. То есть сначала прошли муниципальный этап и попали на всероссийский этап. Он проходил в Зеленогорске. Вот как вас встречали, как город? Мне очень город понравился. Правда, он, конечно, маленький, даже меньше, чем наш. Ну, все-таки закрытый город, это понятно. Из санатория «Березка», в котором мы проживали, очень хороший вид на озеро. Очень красивая природа в самом городе. Ну, кормили хорошо, программу составили. Самое главное. Кормили хорошо. Да, кормили хорошо. Программу составили хорошую для нас. В первый день мы приехали, ездили по всяким экскурсиям. Интересный город, в общем. Сколько добирались? Где-то 36 часов. Почти двое суток. На поезде? Да. Что больше, может, пока удивило в городе? Что необычного? Как город? Город достаточно похож на наш. То есть какие-то места, прям как у нас в городе, это удивило. Пока ехали в поезде, 36 часов, о чем думали? Может, готовились, какие-то задания решали, вспоминали? Мы совершенно не готовились, если честно. То есть все наше время, которое мы были в поезде, мы провели за досугом. Если это можно так назвать. За каким? Можно. Чем обычно занимаются люди в поезде? Кроссворды. Нет. И кроссворды тоже нет. И кроссворды. Может быть, мы занимались командными играми. В общем, в конечном счете, думаю, это нам помогло немножко сплотиться. Ну, потому что вы из разных классов, представитель шестого, седьмого, восьмого и пятого класса, да? Это как раз одно из условий участия в метапредметной олимпиаде и муниципального уровня, да, и всероссийского. Команда должна состоять из четырех человек, но при этом каждый участник – это представитель разного класса. А вы раньше были знакомы до муниципального этапа? Или познакомились, сплотились на муниципальном этапе? Или только уже на всероссийском? Ну, лично я совсем немножко знала Сашу. Мы уже участвовали в подобном мероприятии. Это была метапредметная олимпиада два года назад. Тогда он был в пятом классе, я в шестом. Но дальше школьного этапа мы не прошли. То есть теперь такой первый опыт и достаточно успешный. Вы заняли второе место на Всероссийской метапредметной олимпиаде. Вот какие ощущения, что чувствовали, когда вы сказали, все, второе место, город Новоуральск? Я почувствовала немножко разочарование. Почему? По итогам первого дня метапредметной олимпиады мы были на первом месте. Далее за нами были Миссии, Неврус, Нежинск и Саров. И Железногорск, который впоследствии стал победителем, был на четвертом месте. По итогам второго дня Железногорск нас обходил во время, ну, по окончанию первого задания совсем немножко. Но по итогам второго задания он нас серьезно обошел. Но я надеялась, что мы за счет первого дня все же сможем остаться на своей позиции. Увы, это было не так и было немножко обидно. Второе место тоже очень хорошо и радостно. Но это впервые для Новоуральска победа на всероссийском этапе, правильно? Нет. На первой олимпиаде наши команды тоже заняли второе место. На втором тоже? Нет. Только на первой олимпиаде. И вот спустя пять лет, нынче была пятая метапредметная олимпиада, мы повторили. Второе место, да. А задания насколько отличались от муниципального этапа? Или они были такими же? На муниципальном этапе у нас была больше практика, теория. То есть мы должны были что-то сделать, написать это на листе ватмана и представить. А на всероссийском этапе нам нужно было сделать что-то на листе ватмана во второй день. И потом это реализовать. То есть у нас было одно задание, это сделать так, чтобы яйцо упало со стола и не разбилось. А второе задание это было, нужно было сделать веревку, чтобы поднять сумку с апресинами, чтобы эта веревка не порвалась. То есть больше такие практические задания получаются? Да. То есть формат экономической игры, вы же еще акции вкладывали? Расскажите об этом. Что за акции? Во что вкладывали? Нам была предложена некая валюта, она называлась AtomSmile. Не сказано было, к чему равняется, сколько AtomSmile. AtomSmile это один балл. В общем, мы делали проекты. Жюри оценивало этот проект одним-десятью AtomSmile. Конкретно наш проект в первом задании получил 9 баллов. А максимально? Нет, максимально 10. Но максимально получили на этом этапе 9 смайлов. Никакая команда больше, никакая команда 10 не получила. На втором же этапе мы получили, если не ошибаюсь, 8 AtomSmile. Ну, это достаточно неплохо. Нужно было поставить свои AtomSmile, в итоге у нас их изначально было 100, на проект какой-либо команды. Проходили испытания, когда проект был реализован, по итогам которых, если команда, на которую вы ставили, успешно выполнила свой проект, ваша ставка удваивалась в 10 раз. То есть максимальное количество AtomSmile, которое можно было получить, это 1000. В первом задании нам повезло, у нас все команды, на которые мы поставили, справились. И у нас было, по-моему, 800 с чем-то AtomSmile. Во втором же задании мы поставили почти все на команды, и только одна из них выиграла, и мы получили достаточно небольшое количество. Каждый ли участник у вас был задействован в команде, и кому выпала вот самая такая ответственная роль быть, по сути, лидером команды? Потому что вы все из разных классов, 5, 6, 7, 8, и знания разные. Абсолютно каждый был задействован в нашей работе, но без этого никак. То есть кто-то одно скажет, кто-то второе, и так и получается групповая работа. Тимофей вот у нас выступал довольно-таки, хорошо выступил. Вот, ну и, как я говорила где-то уже, я думаю, без этой групповой работы у нас бы мало чего получилось. То есть по отдельности мы не такие, скажем так, сильные, как все вместе. Вместе сила. Да. Можно добавить? Да. Я считаю, что лидерство в команде переходило от одного человека к другому с переменным успехом. Лично по моей оценке лидером чаще все же был семиклассник Александр. Если какие-нибудь были задания, связанные с что-то построить, что-то посчитать, скорее всего, лидером был я. Это задание было связано с творчеством, то есть что-то придумать нужно было, какую-нибудь историю. Это делала, скорее всего, Катя. Екатерина. Хочу сказать, что в критериях жюри есть отдельный пункт, касаемо, если не ошибаюсь, это называется коммуникативная грамотность. То есть все участники должны работать слаженно, чисто даже потому, что они не получают баллы, если будут работать разрозненно. В школе хорошо учитесь? Как успехи? Все отличники. Все отличники? Да. Я пятерку по физике поставила все-таки. На вас сейчас смотрит весь город, и школьники из разных школ, в том числе. Вот, чтобы вы им посоветовали, какие необходимы знания, чтобы участвовать в метапредметной олимпиаде? Так, можно я начну? Я считаю, что не требуются какие-то углубленные знания, потому что вы не знаете, какие задания будут в следующей олимпиаде. Мне кажется, одно из главных качеств — это умение работать в команде, потому что в большинстве своем метапредметная олимпиада представляет собой групповую работу, за исключением индивидуального этапа. Поэтому нужно лишь мыслить, мыслить логически. Логично. Так как обычно дается вся необходимая информация, нужно лишь преобразовать ее в большинство необходимой информации. Александр, что ты посоветуешь? Я посоветую, скорее всего, знать физику, потому что в последнем задании нужно было именно сделать такую веревку, которая не порвалась. Она должна быть плотная, мы этого не сделали, поэтому у нас все провалилось. Ну, потом мы все это поняли, потом, к сожалению. Ну, плюс еще нужно знать математику, как посчитать правильно, потому что в одном из заданий нам нужно было посчитать, сколько человек может вместиться во все самолеты компании Аэрофлот. Нужно было считать. Это нужно было применять формулы быстрого счета, ну, не формулы, нужно было применять способы быстрого счета, чтобы все посчитать. Мы это применяли. Я бы посоветовала ребятам не бояться что-то делать и верить в себя. Ну, потому что если ты не будешь верить в себя, то зачем это надо тогда? Тимофей, ты самый юный участник в команде метапредметной олимпиады. Ну, я бы посоветовала не скромничать, потому что бывают хорошие идеи, потом ты проскромничаешь, а потом оказываешься, что это правильно, и даже обидно как-то становится очень. То есть были такие моменты, да, когда ты знал правильный ответ, какое-то решение интересное и не сказал. Да. То есть уверенности немного не хватило. И нужно выслушивать каждого. То есть даже если какую-то хорошую мысль выдвинули, может быть, ведь еще лучше. То есть нужно всегда выслушивать мнение каждого человека в группе. А подружиться с другими ребятами удалось из других городов? Можно я скажу? О, да. Непосредственно во время самой олимпиады мы особо ни с кем не общались. Почему? Все были очень заняты, знаете, это достаточно не буду преувеличивать. Все устали. Да, все очень устали. То есть все силы были брошены на решение задач, да, поэтому силы не было. Да, и мало того, еще и были различные мероприятия после самой олимпиады. То есть придя в Березку, все были очень вымытаны и совершенно не хотелось ходить и общаться. Березка – это гостиница? Да. Но потом, когда мы уже поехали в поезде, мы внезапно обнаружили, что Заречный СО Северной области едет с нами в одном поезде. Ну и мы с ними… В одном вагоне? Нет, не в одном вагоне. Нет, но в одном поезде. Мы с ними собрались и подружились. А вообще на самом деле, почему наши ребята не общались, может быть, с другими? Потому что им было комфортно внутри своей команды. Я анализировала этот момент, потому что мне хотелось, чтобы они подружились с другими ребятами. А на самом деле им было хорошо с собой. Наверное, это правильно подобранная команда. Еще все-таки вот два мальчика, две девочки. И по возрасту старшая девушка и юноша. И младшая тоже девушка и юноша. Мне кажется, вот им было настолько комфортно внутри команды, что не требовались какие-то дополнительные контакты. А вот в поезде они уже поняли, что время скоро расставаться со всем, что в метапредметной Олимпиаде кому-то уже не удастся поучаствовать. Поэтому они наверстали упущенные, очень хорошо общались. Галина Леонидовна, а кто формирует команду на метапредметной Олимпиады? Вообще на самом деле команду формирует команду учителей, скорее всего. Но ребята у нас все прошли через метапредметную Олимпиаду, которая проходила в нашей школе в рамках стажировки для сетевых школ. Правильно? Для сетевых, да? Все ребята поучаствовали, поэтому мы имели уже представление о каждом ребенке, потому что прямо фамилии подписывали нам стажеры. То есть мы видели результаты ребят. А дальше мы уже командой учителей, которые ведут междисциплинарное обучение, обсуждали кандидатуры. На самом деле у нас было от гимназии три команды на город выставлено. То есть три команды готовились. И вот ребята опередили две другие команды. А чего не хватило, чтобы занять первое место? Как вы думаете? Как я уже упоминала, наш основной прокол, если можно так выразиться, заключен во втором задании второго дня. То есть когда нам нужно было сделать черевку, которая сможет... Веревка подвела? Да. Толитные бумаги. И так вот в этом и заключается... Подвох. Подвох. И это была не просто туалетная бумага, а дешевая туалетная бумага с перфорацией. Веревка должна была быть длинной, более одного метра длиной выдержать. Сколько надо было апельсина? Семь килограмм. Семь килограмм. Это двадцать два апельсина. Да. А другая команда справилась? У нее то же самое все было? Тоже туалетная бумага? А туалетная бумага была такая же. Насколько мы поняли, у них был другой проект. Еще одно такое примечание. Нужно было соответствовать своему проекту, иначе баллы аннулируют. Проект не засчитают. То есть нам все равно нужно было придерживаться нашего проекта, даже если мы нашли какие-то улучшения. Уточните, пожалуйста, что такое проект, и что чему должно соответствовать, иначе не поняли. Проект это то, что мы сделали на листе. Мы должны это представить. И потом, когда мы уходим на свои столы, мы должны сделать все ровно, как мы себе это представляли на листе. Если у нас, допустим, будет лишний моток, лишний виток, что-то еще, у нас все аннулируют. Возможно. Если не ты заметишь. Хорошим уточнением. Я считаю, что наш прокол был, ну, не везение, это было именно с интуицией связано. Потому что на последнем этапе нельзя было сказать, нельзя было сказать на 100%, кто справится с заданием. То есть нужно было ставить на того, на кого велит душа и сердце. Угу. У жюри. У жюри. У нас нет ни души, ни сердца. Поэтому мы поставили неправильно. Бездушные. Свои Атом Смайлы отдали не тем командам. Команды проиграли. Соответственно, Атом Смайлы все сгорели. Вот так. Да. Ну, второе место тоже достойно. Хороший результат. Сами довольны? Конечно. Главное, что приз одинаково за первое-третье место. Было бы обиднее, если бы там... Кому-то подарили. А, нам давали вот такую вот нерамоту. Тимофей, покажи в руках. И что еще? Также нам подарили айпад. Каждому. Каждому. И еще нам подарили путевку в Орленок. Тут в дипломе указано об этом. Галина Виндовна, хотела вам задать вопрос. Вы не первый год в проекте Школы Русатома. Мы знаем, что вы были победителем конкурса учителей. Были мэтром проекта. Сейчас сопровождали детей в Зеленогорск на метапредметную олимпиаду. Вот несколько слов о самом проекте Школы Русатома. Что он дает и взрослым, и детям. И в том числе участие в таких вот необычных конкурсах, как метапредметная олимпиада. На самом деле проект уникальный, конечно. И мы все радуемся, когда мы туда попадаем. Почему? Потому что, наверное, это возможность роста личностного, профессионального. Я думаю, что каждый учитель, который прошел через этот проект, уже больше ничего не боится. Никогда ноги, наверное, не задрожат, как у нас было у Тимофея, когда он защищал проект. Потому что привыкаешь к стрессовой ситуации, как любят говорить руководители проекта, нужно уметь переобуваться в воздухе. И вот я думаю, что у ребят у нас это получилось. Первый день были достаточно серьезные задания, которые на самом деле требовали и умения собраться, и умения распределить роли, и применить свои знания и по математике, и по физике, и по поиску информации. Очень многие команды не справились с заданием выбора авиакомпании. Да, у нас ребята нашли нужную информацию верно. Хотя в интернете очень много было таких моментов, что можно было заблудиться. Там ребята тоже с этим справились. Поэтому по результатам первого дня команда наша оказалась первой. Ну и кроме того, проект «Русатому» дарит, конечно же, огромное количество положительных эмоций и друзей. Ребята видели, как мы встречались, да, все, кто раньше друг друга знали, и если сейчас мы оказались на метапредметной олимпиаде, то есть это обнимашки, как любят говорить руководители проекта, да, то есть вот теплые отношения, прогулки, желание поговорить. Я думаю, что у ребят это тоже у нас еще все впереди. А желание появилось участвовать еще раз в метапредметной олимпиаде? Желание там уже-то появилось, но возможности уже не представятся. Но это для тех, кто в восьмом классе. И седьмом тоже. Нельзя участвовать на следующий год тем, кто вышел в финал. Как встречали одноклассники? Когда уже вернулись в город, это произошло ночью, в понедельник. Ну вот, например, мои одноклассники обзавидовались, потому что там такие хорошие призы дали, айпад, орленок. Целую неделю в школу не ходил. Ну, а мои друзья в основном порадовались за меня, то, что мы заняли второе место. Тренера мои, которые я хожу, очень похвалили меня и мою команду, то, что мы заняли второе место, то, что это очень достойно. Особенно на таком масштабе команд с Россией. А родители? Что сказали родители? Думаю, родители абсолютно у всех были рады, потому что это, я считаю, достаточно серьезное достижение для их детей. А как они вас встретили? А, это было ферично, с шариками, с мяшками и теплое приветствие. Это на вокзале было или дома? На вокзале. Ночью, на перуне, на шарике, в Екатеринбурге. Галина Леонидовна, такой вопрос хотела вам задать. Школьное образование в последние годы не секрет, что требует введения новых гос, новых федеральных образовательных стандартов. И это новые подходы, естественно, в разных школах свои, у разных учителей свои подходы. И как результат таких подходов, это успех детей. Возможно ли успех детей отследить через вот такие олимпиады, как метапредметные? Наверное, да. Поскольку, вот, ребята, Катя уже сказала, да, это коммуникативная грамотность, да, метапредметные результаты обучения. Коммуникативная грамотность у нас здесь отслеживалась, информационная грамотность. И учебная. И учебная грамотность, все правильно. То есть, конечно, коммуникативные УОД, универсальные учебные действия, здесь отслеживаются, ну, если не на 100, то на 99% точно. А кроме того, взаимоотношения ребят между собой, конечно же, позволяют нам говорить о сформированности вообще личных результатов, конечно, обучения. Предметная грамотность, я думаю, тоже прослеживается, поскольку вот ребята сказали, да, что нужно владеть знаниями по физике, математике. А мы не знаем, какие задания будут иногда на третьей, на второй метапредметной олимпиаде, например, были задания по филологии, а на муниципальном этапе по биологии, я не ошибаюсь? Разные. Авиастроение было. Авиастроение. Честно, переплетенность биологии, если можно так сказать. Вот, поэтому, конечно, нужно все знать. Ну да, метапредметная, это, по сути, межпредметная олимпиада, то есть знания необходимы из разных предметов, из разных областей, поэтому учиться нужно хорошо на всех предметах, быть успешными. Какие у вас планы на будущее? Кем планируете стать? Ну, я еще особо не задумывалась, но хотел... Ты еще пятый класс? Да, ну, хотел поступить в экономический институт, у меня тут поступала моя сестра, моя мама, ну вот. Семейные. Да, интересуюсь этим. А метапредметная олимпиада помогла тебе в понимании будущего? Ну, мне нет. Ага, а старшеклассники? Я в восьмой класс, скоро, не скажу, что скоро, но в будущем мне придется определяться со своей профессией, экзаменами. На данный момент я хочу пойти в направление биологии, а конкретно меня интересует факультет биоинженерии и биоинформатики. Метапредметная олимпиада. Серьезные предметы. Я планирую связать свою жизнь с информатикой, математикой, программированием отчасти. Метапредметная олимпиада. Я не смог, к сожалению, показать свои знания, но на подготовке к олимпиаде я их показал. Я планирую связать свою жизнь с международной журналистикой, так как меня завлекают иностранные языки и филология русской литературы. Легко дается, да? Достаточно. На метапредметной олимпиаде, на муниципальном туре я выступала с нашим проектом. И я считаю, что мне это помогло не бояться аудитории. Ну и, к сожалению, у меня не выпало, скажем так, по жребию вышел Тимофей, а не я. Но я очень хотела выйти с нашим проектом на террористском туре. Вот ты только сейчас об этом узнал, Тимофей. Еще Саша у нас выступал. Второй проект представлял Саша. Судя по вашей работе и на муниципальном этапе метапредметной олимпиады, и на всероссийском уровне, ваш успех, думаю, продолжится и в будущем. У вас все получится. Дерзайте. Это была Школа Успеха. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова